сестры и братья хочу рассказать еще одно свидетельство почему-то мне на сердце положилось что тоже будет назидательно особенно для если поделитесь своими детьми это было давно мои дети ходили в детский сад еще в младшую среднюю группу эти ходили это в кроматовске и вот один день у нас был домашний телефон и вот я была дома и звонок и воспитатель говорит и на рафаэловна вы можете вы можете прийти забрать карена с гая и я кое-что хотела там спросить у вас это знаете раз переживалась думаю что случилось может не говорит я говорю ну конечно да сейчас придем недалеко через дорогу садик а я помолилась такая горы господи дай мне мудрости и пошла вижу что там скоро этом стоит и еще учета и вот все родители там кто забирает кто не забирает кого там врач смотрит я говорю что случилось такая смотрю а каренская и нормально стоят а там дети детям так что-то дают какой-то что-то попить там то и то кого-то забирают я бы случилось у вас она говорит вы знаете год мы на обед я не помню правда печеночные или рыбные котлеты они съели или печеночные или рыбные как это не помню точно в общем они поели в обед и потом уже стало детям плохо то одному с одного затошнило другой вырвал третьего живот заболел то есть сразу ну короче короче им стало детям стало плохо дети стали рвотные вот эти эти рефлексы окушали в садике все же один же это одно же меню воспитатели вызвали скорую сказали в столовой сказали заведующие детского сада меня подводит вызывает эта учительница говорит у нас отравились дети котлетами и мы не знаем что такое сейчас проверка ведется анализы берутся и детей вот детям первую помощь оказывают там кого-то даже забрали плохо совсем было а вот ваши коренные гая с ними ничего не происходит то есть у них тошнит спрашиваем нет плохо нет животик болеть нет и мы говорить не понимаем почему все отравились вот садик должны закрыть поэтому будем забирается зайти закрыть пока проверит а ваши дети нормально нам интересно просто знаете я так стою но я же поняла почему но мне даже рот не дала открыть мой сын он был средней группе говорить а вы что не знаете почему она год нет коренчик я не знаю вот а потому что мы перед едой всегда просим благословение освещения и благодарим бога за еду и просим благослови и освети очисти нашу пищу поэтому бог нам делает ее полезной нужной ничего плохого к нам не приходит животик она когда ты что карен а ты можешь научить нас так молиться он говорит конечно могу я научу вот поэтому у меня и у гаи не болит животик потому что мама научила нас просить благословение и вы знаете это такое этот вызвало интерес у воспитательницы что они потом всей группой учили молитву как перед видой молиться просить благословения и освещения на еду так что вот такой есть еще такое свидетельство как это важно